Между тем, всех российских авиаперевозчиков обяжут регистрировать самолеты в госреестре, а получение сертификата летной годности осуществлять в уполномоченном органе в области гражданской авиации страны. Подробнее об этих и других законодательных инициативах в нашем материале. В связи с катастрофой авиалайнера компании «Коголым Авиа» российские чиновники вводят ряд жестких мер по контролю за самолетами. Так, депутаты Государственной Думы в ближайшее время рассмотрят закон об обязательной регистрации гражданских воздушных судов в государственном реестре. Специалисты отмечают, такая мера не случайна, ведь на сегодняшний день львиная доля самолетов, осуществляющих перевозки людей, берется авиакомпаниями в аренду из-за рубежа. Соответственно, такие сделки не облагаются таможенными пошлинами. Регистрация в госреестре воздушных судов позволит контролировать техническое состояние самолетов, поступающих в распоряжении авиакомпаний. Премьер-министр России утвердил программу переселения соотечественников для пяти регионов – Псковского, Воронежского, Тверского, Саратовского, а также Бурятии. Программа содействия переселению потребовала корректировки из-за потока украинских беженцев. В проекте предусмотрена возможность продления статуса участников программы на год, чтобы мигранты успели оформить российское гражданство или разрешение на временное проживание. Кроме того, ужесточили условия переезда переселенцев из одной области в другую. Эти решения, по мнению разработчиков программы переселения соотечественников, будут способствовать социально-экономическому росту и повысить демографическую ситуацию в регионах. Wi-Fi для верующих. Специалисты предлагают размещать точки доступа беспроводного интернета около церквей и на городских площадях. Этот проект предусматривает бесплатное пользование Wi-Fi. Однако отмечается, что он будет с религиозным уклоном. В частности, невозможно будет зайти на сайты с искаженной информацией об истории. Разработчики проекта утверждают, доступными будут не только проповеди и православные сайты. Можно будет посмотреть и кино, но лишь те фильмы, которые прививают нравственные ценности. Пилотную площадку для тестирования Wi-Fi предлагается сделать в Сколково. Когда именно такой интернет станет доступным для жителей региона, пока неизвестно.